Друзья мои, здравствуйте! Опять вы на моём кухне. Сегодня я хочу готовить очень вкусное блюдо. Это курник, мини-курники. Это всем нравится. И когда гости приходят, в другой раз говорят, опять можно вот эти курники готовить. И дома, если каждый день буду готовить, всем это нравится. Для этого нам понадобится немного продуктов. Для теста нам надо сметана или мацюна, сода, соль и растопленное сливочное масло. А для начинки надо куриное филе, два средних картошек. У меня маленький, я четыре брала, один маленький, морковка и одна большая луковица. Приправы нам надо, кунжут в конце, чтобы присыпать. И одна куриная жиртока для помазки. Сейчас я буду сначала тесто делать. Для этого я беру сначала вот, наливаю наш сметану, сода пол чайной ложки, пол чайной ложки соль. Я подробно буду рецепт написать в конце видео. Хорошо буду перемешивать. Теперь добавим распопленное сливочное масло. Хорошо буду перемешивать и добавить муку. Получается мягкий, такое хорошее тесто. Вот получилось хорошее, мягкое тесто. Вот такое. Сейчас это поставлю целепан. Оставлю отдыхать, а я буду резать наши продукты для начинки. Друзья мои, уже все готово. Я мелко порезала филе. Все очень мелко порезала. Лук, морковка, картошка и куриный филе. Сейчас это все буду перемешать. Муку. Муку. сейчас добавлю приправы сначала соль это уже по вкусу черный перец главный приправа здесь черный перец окрасно очень мало добавлю если хотите можете добавить зиру но я не буду добавить 2-3 столовые ложки растительного масла у меня кукурузное масло вы хотите добавьте все надо хорошо перемешать дорогие мои уже наш фарш готов пусть немножко останется как я буду теперь тесто обработать будем тесто разделить тесто разделим на две части и формировать вот такие колбаски каждую часть будем на 6 частей разделить сначала на две части потом каждый по три части не будем шарики делать друзья мои уже надо открыть наше тесто лепешку надо делать вот такие лепешки итак все будем открывать вот так друзья мои наши лепешки уже готовы и сейчас приступим к начинку будем начинку ставить надо вот такой посуду брать плюцу чтобы легко было готовить будем как хинкали оформить вот так и чтоб в конце дырочка осталась хинкали закрываем а здесь надо чтоб дырочка осталась как беляши вот так теперь трубой будем делать вот так что дырочка осталось и будем все уже я уже духовку включила будем все готовить вот друзья уже готова все не поместились противень сейчас я буду мазать это желтком куриным теперь присыпаем кунжутом и будем поставить в духовку 180-200 градусов тепла 25-30 минут смотря у вас будет у кого духовка какая будем испекать вот уже почти готова через три-четыре минут будем снимать друзья мои уже готовы они очень симпатичные остынут и тогда будем попробовать